Ты нашла? И всё? А где остальное? Это сегодня она смело самостоятельно передвигается и ведёт активный образ жизни. А ещё 10 лет назад Юлия Орехова и представить не могла, что жизнь полностью изменится. В роддоме ей повредили позвоночник. Родная мать от девочки отказалась. Но ей повезло. Несмотря на диагноз ДЦП, её удочерили. Новая мама вложила много сил и времени, чтобы дочь стала такой же, как и все. Шесть лет пошла в школу. Там у неё возник интерес к иностранным языкам. А в 14 перенесла сложную операцию и встала на ноги. Я просто понимала, что если я не начну передвигаться, то мне будет очень тяжело. Потому что если бы я не начала ходить, это было бы очень тяжело справляться со мной. На самом деле, если бы я не ходила, у меня бы не было всего того, чего у меня сейчас есть. А есть у неё немало. Юля закончила институт. Правда, никак хотела Ингиас туда. Не поступила, потому что лежала во время вступительных экзаменов в больнице. Зато стала юристом. Нашла работу по специальности. Трудится удалённо. Сейчас получает второе высшее – экономическое. Обзавелась с друзьями. Активно участвует в жизни Ленинского районного общества инвалидов. Посещает культурные мероприятия. Выезжает на природу. Но самое главное, что дала Юле новая жизнь – любовь. С будущим мужем она познакомилась очень давно. А год назад они решили пожениться. Так вот судьба свела, и я поняла, что уже не смогу под рукой. Он меня понимает. То есть у нас взаимопонимание присутствует в семье. Максим тоже инвалид с таким же диагнозом. Только у Юли первая группа, а у него вторая. Поэтому он ходит без костылей. Много помогает супруге. Часто готовит, убирает по дому. Работает компьютерным мастером и любит проводить время с женой. Для него она целый мир. Кино. Любим вместе смотреть. Гуляем почти каждый день, когда погода хорошая. Но бывает, что и в дождь гуляем. И по магазину вместе, конечно, ходим. Что Бог дает, тем надо и гордиться, и радоваться тому, что имеешь в жизни сейчас. И я очень счастлив. Несмотря на возраст, мама Юли не перестает помогать дочери, а теперь еще и зятю. Рада за молодых и ждет внуков. Я смотрю на нее с Максимом, и мне кажется, что это правильный путь. Что они нашли друг друга, и что они поняли друг друга. И пусть будут счастливы. Должно быть какое-то еще пополнение, я думаю. Детей молодая семья и правда хочет. Только не сейчас. К каждому важному делу Юля привыкла подходить ответственно. А так как родить хочет сама, сначала ей необходимо полное медицинское обследование. И уверена, что все в свое время обязательно сбудется. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.